В 2017 году в почти стерильной тишине одной из научных лабораторий Парижа несколько человек стояли, затаив дыхание перед светящимся экраном компьютера, не отрывая от него взгляда. Это были не археологи, не искатели древних сокровищ и не романтики с кирками и фонарями, а физики-ядерщики и специалисты по космическим лучам, участвовавшие в международном проекте «Скан-пирамиды». Их рабочими инструментами служили не лопаты и кисти, а мюонные детекторы — сложнейшие высокоточные приборы, способные улавливать элементарные частицы, появляющиеся в результате космических процессов, происходящих за миллионы световых лет от Земли, в хаосе взрывающихся и умирающих звёзд. Эти частицы, известные как мюоны, непрерывным невидимым потоком обрушиваются на нашу планету, прошивая её словно дождь из призрачных игол, проходя сквозь здания, горные массивы и, как оказалось, сквозь древние египетские пирамиды. Фиксируя количество мюонов и анализируя траектории их движения после прохождения через каменную толщу, учёные могут создавать трёхмерные карты плотности объекта, фактически заглядывая внутрь сооружений так же, как рентгеновский снимок позволяет врачу увидеть кости человека. И вот, после многих месяцев непрерывного сбора данных, бесконечных проверок и сложных вычислений, компьютер, наконец, выстроил изображение того, что скрывается внутри величайшего из сохранившихся чудес света — пирамиды Хеопса. Исследователи не обнаружили ни золота, ни саркофагов, ни легендарных артефактов из древних мифов, но увидели нечто куда более тревожное и одновременно необъяснимое — пустоту. Огромную, зияющую пустоту в самом сердце пирамиды, именно там, где, согласно всем существующим чертежам, моделям и теориям, её быть не должно. На протяжении примерно четырёх с половиной тысяч лет миллионы людей, туристов, исследователей, грабителей и учёных проходили буквально в нескольких метрах от этого места, не имея ни малейшего представления о его существовании. Это была не крошечная тайная комната и не узкий забытый проход, оставленный строителями, а нечто поистине колоссальное. Данные, перепроверенные трижды независимыми научными группами из Франции, Японии и Египта, указывали на наличие полости, сопоставимой по размерам с пассажирским самолётом, примерно на 200 человек. Её длина составляла не менее 30 метров, высота достигала нескольких этажей, и располагалась она прямо над Большой галереей, грандиозным наклонным коридором, ведущим к погребальной камере фараона. После официального объявления об открытии мировые средства массовой информации взорвались сенсационными заголовками, а египтологическое сообщество мгновенно раскололось на два непримиримых лагеря. Одни, затаив дыхание, говорили о величайшем открытии XXI века и возможности обнаружения настоящей нетронутой гробницы Хеопса, спрятанной за продуманной системой ловушек, ложных камер и обманных коридоров. Другие же, во главе с бывшим всесильным министром по делам древностей Захи Хавасом, с яростью утверждали, что никакого открытия не существует, что речь идёт лишь о неверной интерпретации данных, о совокупности мелких пустот, трещин или неоднородной плотности каменной кладки. Однако вопрос так и остался висеть в воздухе, холодный и тревожный, словно сквозняк в древнем склепе, что, если величайший монумент на планете, единственное из семи чудес света, дожившее до наших дней, всё это время скрывал свою главную тайну буквально у всех на виду, и что находится в этой гигантской, со всех сторон герметично запечатанной полости, ради сокрытия которой древние строители приложили поистине нечеловеческие усилия. Но чтобы по-настоящему понять, почему эта пустота внутри пирамиды вызывает такой шок и почти мистический трепет, необходимо обратиться и к другим загадочным находкам, сделанным в песках Египта, которые не менее сильно подрывают привычные представления о древней истории. Начнём с предмета, который на первый взгляд кажется совершенно простым и непримечательным, с небольшого фрагмента металла. В 1837 году британский полковник и исследователь Говард Вайс, человек с крайне противоречивой репутацией, проводил свои работы внутри Великой пирамиды. Он был амбициозен, нетерпелив и не отличался особым почтением к древним памятникам, без колебаний используя порох для того, чтобы пробивать себе путь сквозь тысячелетнюю каменную кладку, за что его имя до сих пор вызывает раздражение у многих египтологов. Однако именно его варварские методы привели к поразительному открытию. Во время расчистки южной шахты, ведущей из камеры царя, рабочие обнаружили небольшой железный лист, замурованный прямо в оригинальной кладке пирамиды. Его размеры составляли примерно 26 на 9 сантиметров, а толщина — всего несколько миллиметров. На первый взгляд, ничего особенного, если бы не один фундаментальный факт. Великая пирамида была построена около 2560 года до нашей эры, в эпоху расцвета Бронзового века, когда египтяне владели медью и бронзой, но не знали технологий выплавки железа. Железный век в этом регионе наступит почти через 2000 лет, и обнаружить обработанный железный предмет внутри запечатанной кладки пирамиды всё равно, что найти микросхему в стене средневекового замка. Скептики немедленно обрушились на Вайса, обвинив его в подлоге ради славы, и с учётом его сомнительной репутации эти обвинения выглядели убедительно, поэтому на долгие десятилетия находку объявили фальшивкой. Однако в 1989 году специалисты Британского музея провели новый, куда более тщательный анализ артефакта, и его результаты оказались ошеломляющими. Металлографическое исследование подтвердило древность пластины, а на её поверхности были обнаружены микроскопические следы позолоты, указывавшие на её ритуальное, а не утилитарное назначение. Это был не случайно потерянный инструмент рабочего, а ценный предмет. Позднее, уже в XXI веке, масс-спектрометрический анализ подтвердил главное. Пластина была изготовлена не из метеоритного железа, которое легко распознаётся по высокому содержанию никеля, а из выплавленного из руды металла, что требовало температур свыше 1500 градусов. Технологий, которых, согласно официальной версии истории, у строителей пирамид быть не могло. Далее история переносит нас в Абидос, один из древнейших и самых священных городов Верхнего Египта, где расположен заупокойный храм фараона Сети I, отца Рамзеса II, знаменитый своими изящными и детализированными барельефами. Однако на одной из массивных потолочных балок на значительной высоте среди традиционных иероглифов отчётливо различимы фигуры, которые у современного человека вызывают поразительные ассоциации с боевой техникой XX века. Объект, удивительно напоминающий вертолёт с несущим винтом и хвостовой балкой. Рядом форма, похожая на танк или самоходную артиллерийскую установку, а также изображения, которые интерпретируют как подводную лодку и летательный аппарат. Эти рельефы породили ожесточённые споры. Сторонники теории палеоконтакта видят в них свидетельство визитов инопланетян или утраченных технологий древности, тогда как официальная наука объясняет феномен наложением разновременных надписей, полимпсестом, хотя совпадения кажутся пугающе точными. Не менее жуткой является история кричащей мумии, найденной в 1881 году в царском тайнике Дейр-эль-Бахри. Тело человека с запрокинутой головой, широко раскрытым ртом и искажённым лицом, связанными конечностями и унизительным погребением в овечьей шкуре, что лишало его загробной жизни, которого многие исследователи отождествляют с принцем Пентауром, сыном Рамзеса II, участником заговора против собственного отца, возможно, умершим в страшных мучениях. Затем следует находка в гробнице царицы Яххатеп, массивное ожерелье с тремя золотыми мухами, высшей военной наградой Древнего Египта, символом ярости и неотступности в бою, свидетельствующей о том, что женщина могла быть не только правительницей, но и полководцем. Далее загадочные рельефы храма в Дендере, поразительно напоминающие электрические лампы с колбой, цоколем и источником энергии. Гигантские, идеально обработанные гранитные саркофаги Сера-Пеума в Саккаре весом до 100 тонн, большинство из которых были найдены пустыми, легенда о проклятии Тутанхамона, породившая череду загадочных смертей после открытия его гробницы. И события 1993 года, когда инженер Рудольф Гантенбринг отправил робота Упуаут второй в узкие шахты камеры царицы Великой Пирамиды, обнаружив там запечатанную каменную дверцу с медными элементами и последующие загадочные структуры за ней. Все эти открытия, странные и необъяснимые каждое по-своему, неизбежно возвращают нас к главной тайне — большой пустоте, обнаруженной в 2017 году, гигантскому герметичному объёму над большой галереей, который может быть разгрузочной полостью, тайной погребальной камерой Хеопса или частью неизвестной инженерной системы, но который до сих пор остаётся недоступным для прямого изучения из-за запрета на инвазивное исследование, вновь и вновь напоминая, что чем больше мы узнаём о Великой Пирамиде, тем отчётливее осознаём, насколько мало мы знаем на самом деле. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.